Здравствуйте дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему вниманию. Приземленная тема. Кулинарное творчество. Переход. Пятое измерение. Практики. Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте дорогие мои любимые дети. Сейчас я хочу продолжить разговор о том, как вы можете использовать свою интуицию в повседневной жизни. После того, как вы научились выбирать продукты с помощью своих тонких органов чувств, следующим шагом станет их приготовление, что играет не меньшую роль в поддержании на должном уровне вашего организма. Вы прекрасно знаете, что неумелая хозяйка может легко испортить даже самые хорошие и свежие продукты. Поэтому приготовление еды должно тоже превратиться у вас в волшебство, в бесконечное творчество. Если вы проявите фантазию и призовете на помощь свою интуицию, то даже из самых обычных продуктов вы сможете создать истинные кулинарные шедевры. И тогда ваши завтраки, обеды и ужины превратятся в настоящий праздник вкуса, а не в скучное поглощение пищи, как это зачастую происходит в трехмерном мире. Но выбирая сочетание продуктов и приправы к ним, обязательно советуйтесь с вашими тонкими органами чувств. Попробуйте энергетически настраиваться на одну волну с каждым ингредиентом блюда, которое вы готовите. Почувствуйте, входит ли он в резонанс с вашей собственной энергией. Вы даже можете поместить этот продукт в свое энергетическое поле и прислушаться, как реагирует на него ваше тело. Вы ощутите в нем либо отторжение, либо радостное волнение. Вы можете подключить к этому процессу и свой третий глаз, который все видит и все знает. Я уверен, вам очень понравится такой разговор вашего тела с продуктами. А каждое приготовление пищи превратится у вас в радостное священно действие. Так, проявляя творчество в самых простых житейских делах, вы будете учиться создавать новую реальность, в которой уже нет места скуки и рутине. А значит, и ваше энергетическое пространство будет наполняться уже совсем другими энергиями, в основе которых будут лежать вдохновение, фантазия и творчество. И, конечно, дорогие мои, всегда призывайте на помощь своих небесных покровителей, а также заряжайте все продукты и уже готовые блюда энергии первотворца Вселенной. Вы обязательно почувствуете, насколько тоньше и изысканней будет вкус любого блюда, наполненного божественной энергией Пятого измерения. Благословляю вас и люблю безмерно. Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Кулинарное творчество». Продолжение следует... Продолжение следует...